Всем привет! У нас сегодня лекция про индексацию в поиске и также семинар, в котором вы попробуете один из методов эффективного сжатия. Прежде чем приступить, напоминаю, затекиньтесь на портале, если этого не сделали, и план лекции у нас такой. Сперва я расскажу про общее, про состав и назначение индекса. Конкретно мы будем говорить про обратный индекс сегодня. Несколько слов также будет сказано про используемое железо. Дальше мы углубимся в то, как именно делать быстрое и эффективное пересечение блоков, какие приемы для этого есть, а также перейдем к темам сжатия индекса, от которых выйдем на семинар и в конце концов в ДЗ. Домашнее здание, напомню, будет большое. Пожалуй, по объему, впрочем, как и по баллам, оно самое большое на этом курсе. Поехали. Состав и назначение обратного индекса. Какая у нас общая схема у базы поиска? То, что мы изначально имеем, это набор HTML-документов. Обычно также мы к нему имеем какие-то ссылки и внешние характеристики. Все это, скажем так, индексируется, образуя несколько сущностей, которые потом попадают в настоящий поиск, в рантайм, так сказать. Это обратный индекс. Это необходимые копии документов для создания сниппетов. Также это какие-то числовые характеристики документа, будь то признак, скажем, спам или порно, или более сложные признаки, как-то какие-то предрасчитанные коэффициенты для данного документа. И числовые характеристики сайтов. Какая-то общая крутость этого сайта, количество каких-то ссылок на него с Википедии и так далее. Мы же сегодня с вами будем говорить преимущественно про обратный индекс, то есть только про первую сущность. Это то, с чего начинается сам поиск, то, что является, в общем-то, хранилищем и драйвером для остальной части. Без него невозможно, собственно, ранжирование, без него невозможно построение сниппетов и так далее. Назначение, собственно, такое, если формально говорить. Это некий список удовлетворяющих запросу документов. Мы будем рассматривать это в терминах булевского поиска. Булевский поиск, как понятие всем понятно или на шифровать, что это? Это несколько термов, слов запроса, с объединенными булевскими операторами. То есть либо там и, или, нет. Вот три основных оператора, плюс для приоритизации скобки, это то, что обычно подразумевается под булевским поиском. Забегая немного вперед, скажу, что булевский поиск, вот в таком виде, конечно, он не работает в основе поисковых машин. Он, вернее, скажем так, в лоб он не совсем пригоден. Но так или иначе, весь поиск где-то в недрах своих сводится именно к такому механизму, хотя и без дополнительных улучшений, о которых вам расскажут на последующих лекциях, он несколько выдает странные результаты. Тем не менее, является наш индекс основной предпосылкой, собственно, для текстового ранжирования, потому что помимо сохранения просто списка документов, соответствующих данному терму, обратный индекс также должен содержать и места вхождений этих слов в эти документы. Вообще, самая простая аналогия, что ли, обратного индекса из реальной жизни — это предметный указатель, по-моему, так называется вот эта вот последняя часть в книге, где вам по термам, по терминам говорится, на каких же именно страницах оно находится. То есть вы не помните, где именно, да, то есть если бы вы листали это вперед, то обычно это называется прямым индексом, да, а когда вы наоборот от термина переходите вроде как к странице, где он употреблен, это индекс обратный. Вот. Ну и, как я уже сказал, координаты слов используются и для построения сниппетов, без них оно невозможно. Соответственно, обратный индекс у нас должен быть быстрым и компактным. Компактным он должен быть, во-первых, потому что, ну, в принципе, это место, это надо где-то хранить, но, во-вторых, он еще и должен быть компактным, потому что чаще всего сохраняет в самом быстром месте это оперативная память. Оперативной памяти, как правило, не так много на серверах, поэтому сжатие совершенно необходимо, и об этом мы будем говорить. Он должен также быть гибким, как некая структура данных. Помимо вот простого предметного указателя, то, чего нет в предметном указателе, это, как правило, некие свойства. Нам необходимо, на самом деле, сохранять еще и такие свойства, как где же данное слово встретилось. Ведь, согласитесь, обычно факт встречи слова из запроса, скажем, в заголовке документа, это нечто более весомое, чем просто в обычном тексте, да еще и в конце документа. Как правило, это решается некими атрибутами, ну и плюс-координатами. Вот. Также, как структура, как в таком виде с высоты, он должен быть разделяемый, потому что невозможно сохранить, сделать обратный индекс и сделать по нему эффективный поиск на одном компьютере. В конце концов, это 10 миллиардов документов, это очень много. Таким образом, предпосылки для проектирования у нас всегда это какие-то ограничения оборудования, мы не можем без них это делать. И поэтому начнем с обзора каких-то общих ограничений, что же у нас вообще есть. Несколько слов про аппаратуру, чтобы понимать, с чем обычно вообще приходится иметь дело, на чем эксплуатируется такая вещь, как индекс и вообще поисковый кластер. Как вы знаете, уже наверняка из многих курсов, и очень часто к этому привыкли в любом курсе про хранение данных, так или иначе связанном, доступы у нас быстрее, тем быстрее, чем более дорогая структура данных для хранения, вернее, более дорогое оборудование. То есть, если мы говорим про хранение на диске, то это одна скорость доступа, если мы говорим про хранение в RAM, то это другая, ну и дальше можно продолжать, типа кэш, регистры и так далее. Мы же обычно говорим про диск или оперативную память, но с диском всегда есть плохо, они по сравнению с оперативной памятью, скажем так, немножко застряли в старом времени. Несмотря на довольно большую линейную скорость и, в общем-то, все увеличивающуюся, с современными дисками беда в том, что, тем не менее, при большой линейной скорости скорость произвольного доступа не такая уж большая. То, что мы имеем на обычных SATA дисках, это обычно 120 рпс. То есть, это случай, когда вы читаете не последовательно какой-то один здоровый блок, а, скажем так, обращаетесь к нему очень, там, разрозненно. Вот. Да, это ровно то, что называется EOPS. Input, Output, Perseconds. Операции ввода-вывода в секунду. Собственно, основной принцип оптимизации отсюда, на самом деле, он используется не только для дисков, но на дисках он очень заметен, он очень важен. Так вот, основной принцип оптимизации — это делать как можно больше последовательных чтений вместо множества разрозненных. Вот. Собственно, приведу простой пример для этого. Смотрите. Например, у нас имеется, ну, такой типичный диск, да, со скоростью чтения 100 мегабайт в секунду. И время позиционирования 10 миллисекунд. Ну, это вполне нормально для дисков. Теперь давайте прикинем. Вот у нас есть такая вот, несколько надуманная, но почему бы нет задача посчитать некую контрольную сумму по файлу размером в 1 гигабайт. И мы можем это делать по-разному. Ну, контрольная сумма, предположим, мы просто считаем XOR от всех байт. Почему бы нет? Так вот, мы это можем делать по-разному. Мы можем пройтись и линейно это проделать, и это будет одно время, да. Можем это проделать блоками по 1 мегабайту, и эти блоки брать совершенно раздельно, не связанно, да. А можем то же самое проделать с блоками по 1 килобайту. Кто может посчитать, сколько у нас времени займет килобайта? В каждом раз 10-3, получается. Да, а вот так, чтобы впечатлить цифрой. Можете прикинуть, сколько будет, когда у нас блок 1 килобайт? В первом случае у нас 10 секунд. Дальше просто берем и, не брегая временем чтения, делим на 10 миллисекунд количество, то есть сколько нам блоков нужно. Да, то есть тут у нас будет уже… И очень много секунд. Ну, там что-то порядка 3 часов, по-моему, на скидку получается. В общем, в случае с обычными дисками, сами видите из этого примера, раздельное, не связанное чтение, оно ужасное. Естественно, мы так не делаем для подсчета контрольной суммы, но мы можем вполне себе так делать для выполнения какой-то операции поиска, если сделаем ее неэффективной. Так вот, а, ну и если говорить про просто используемое железо, то вот, например, у нас используется что-то такое. Это не самая топовая конфигурация, которая есть на рынке. В основном то, что поставляется для, скажем так, поисковых кластеров, это наиболее такое, ну, по соотношению, наверное, цена-качество. Хорошее соотношение. Ну и то, что в нашем парке имеется, это 2000 серверов для отслуживания поиска. Например, вот такой вот конфигурации. Здесь многие из вас могут вспомнить про использование SSD. В конце концов, у большинства, наверное, даже на ноутбуках сейчас SSD. Ну, к сожалению, они не очень спасают. Пока что их объемы и цены достаточно здоровые. Поэтому проще то, что почему мы можем быстро искать, все-таки хранить в памяти, а то, что нужно гораздо медленнее, медленный доступ хранить на обычном диске. Ну, впрочем, SSD, конечно, у нас тоже в индустрии используется. Так вот, давайте оценим, какие же размеры у нас веба. Как вы помните из еще вводной лекции, собственно, веб, конечно, он бесконечный, но когда мы говорим про индексируемую часть, все-таки мы снимаем какие-то сливки и, как правило, это что-то порядка 10 миллиардов документов. Так вот, каждый документ у нас порядка 70 килобайт, байтов на термин вот что-то порядка 8. И в вебе в реальном у нас большое количество несловарных терминов. К слову, есть идея откуда, что это за термины? Что? Ну, любые другие слова. Ну, откуда вот многообразие слов берется, казалось бы, «Словарь русского языка». Слово-то, штыки. Например. Штыки там, типа, «Клюн-марш». Ну, ссылки — это все-таки отдельная такая, наверное, часть. Мемы за отличие кодировок. Да, да, неправильные определенные кодировки. Бывают проблемой. Опечатки. Тоже, да, их очень много на самом деле. Норма информация тоже. Ну, бинарная информация обычно ищется, индексируется не так, конечно, не в лоб. Но у нас, например, бывает вплоть до таких проблем, вот чтобы понимать вообще масштаб потенциально возникающих проблем, есть такие сайты, которые публикуют номера телефонов. Вот просто справочник номер телефона и какая-то информация по нему. Зачастую там нет, собственно, никакой информации, но вот вся страница заполнена просто этими номерами телефонов. А как таковой номер мы индексим за слово. Номеров очень много. Чтобы чуть еще углубить масштаб проблемы, есть, например, такие сайты, которые показывают, какое слово соответствует данному MD5-хэшу. Вот так вот для обратного разбора, да. Очевидно, что такие сайты можно индексить, не переиндексить. И на самом деле, напарываясь на них, мы порой видим там рост, огромный рост количества термов у себя в индексе. Периодически мы такие ебаним. То есть они индексируют... А? Опечатки индексируются. Опечатки? Но... Нет, для индексации ты не всегда можешь понять, да, вот, являются ли это опечатки или нет. На самом деле, очень просто, если сайт выдал 10 тысяч новых игр, он просто... Да, да. Хотя есть отдельные сайты у Пячка. Эти вообще рекордсмены по количеству новых термов, и это легальные рекордсмены. А с MD5, вы правы, мы подобным образом и боремся. У нас есть индикация очень подозрительных сайтов, как правило, они банятся. Но, тем не менее, чтобы понимать, с таким приходится иметь дело, и количество термов много больше, чем словарь русского языка. Ну и, кроме того, мы говорим о многоязычной индексации. В общем-то, варианты индекса, которые вообще могут быть. Входит байка, что когда-то был там в компании Яндекс сделан индекс по словам. Что это значит? Отдельные термы, отдельные слова, в общем-то, были размещены на отдельных серверах. Вот такой вот вариант построения индекса. Почему бы нет? Можно сходить к серверу, отвечающему за терм такой-то, потом сходить за следующим и как-то это все объединить. Подход, конечно, если эта байка имеет хоть что-то из правды, был очень давнишним, но порождает много проблем. Больше, конечно, в современном поиске используется другая схема. То есть у нас терм отображается на часть документов. То есть мы делим все наше множество и 10 миллиардов документов, скажем, на тысячу. И как-то там в дальнейшем склеиваем об этом потом подробнее. Но терм у нас так или иначе соответствует списку из части документов. И отдельные группы документов мы разносим на сервера. И такой подход, он более удобный. Потому что все вот эти вот компоненты, порожденные при индексации, они все находятся на одном сервере, и это очень удобно отлаживать, если это понадобится. Ну и технически это более выгодно. Состав обратного индекса. Что же у нас есть? У нас, собственно, все начинается с терма, то есть со слова. В общем случае, практически до конца лекции можно заменять терм и слово. Потом я покажу, в чем иногда бывает разница. И это слово соответствует этому слову некий список документов. По-научному это постинг-лист, список вхождений. Из каждого из этих документов, как правило, этот терм входит несколько раз. Поэтому дополнительно еще есть список вхождений в этот документ с какими-то свойствами. Такими как позиция, ну элементарно на какой позиции встретилось слово, это важно для текстового ранжирования. Зона. Здесь я под зоной имею в виду часть HTML документа. Title, Body, H1 и так далее. Вот эти вот теги, они имеют значение для ранжирования. Ну и также нам зачастую для документов, для термов в этих документах, нужно знать некий вес, терм-фреквенси. Почему это вес, а не частота? Казалось бы, терм-фреквенси — это частота термов. На самом деле чаще поисковики вкладывают вот в это вот значение TF еще и некий вес в данном документе. Ну самое простое — это индексация ссылок. Когда у нас это слово, употребленное внутри ссылки с Википедией, например, имеет огромный вклад, гораздо больше, чем просто это слово, употребленное внутри документа. Что же нам нужно при поиске в рантайме? Надо понимать, что у поисковика есть обычно два независимых процесса. Собственно, процесс индексации, создание и подготовка индекса, на который можно потратить очень много времени. И процесс поиска, в котором вы просто вынуждены отвечать быстро, потому что пользователь не будет ждать дольше, чем несколько сотен миллисекунд. Соответственно, на этапе какой-то подготовки индекса мы можем затратить очень много времени, лишь бы это окупилось, лишь бы наша оптимизация хоть что-то создала для поиска. То есть если мы, затратив, не знаю, плюс полдня на индексацию, ускорим наш поиск полтора раза, или даже на 10%, это отличный результат. Именно этим мы будем руководствоваться. Соответственно, попробуем решить две независимых задачи, вот так, чтобы формализовать. Во-первых, рассмотрим пересечение массивов целых чисел, как мы это можем сделать быстро. И, во-вторых, как мы можем сделать компактные массивы целых чисел с этим вот быстрым объединением. Если решаем эти две задачи, как кажется, мы уже на пути к оптимальному обратному индексу. Так вот, быстрое пересечение блоков. Типичный поисковый запрос состоит из, ну, нескольких слов. И, как правило, слова в нем, это важный момент, они очень сильно отличаются по частотности. Ну, заметьте, да, даже когда вы вводите запрос, вы одно слово употребляете какое-то общее, типа помощь, ошибка, или вот как в данном случае игра. Наверняка оно есть в каждом десятом документе. И какое-то чуть более конкретное, вернее, гораздо более конкретное, как в данном случае вот слово керлинг. Оно встречается на несколько порядков реже, чем слово игра. Если говорить про представление для булевого поиска, как дерево нашего поискового запроса, это выглядит так. У нас есть два терма — игра, керлинг, объединенные конъюнкции. Если же переходить к спискам, у нас есть постинг-листы. Вот у нас огромный постинг-лист, соответствующий слову «игра», и много-много меньший, соответствующий слову «керлинг». То есть, ну, вот я так прикинул, что по мощности это, наверное, три порядка, на самом деле, наверное, даже больше. Так вот, что же мы можем сделать для оптимизации пересечения этих списков? Какие идеи? Ну, смелее, любой. Эти числа — это идентификаторы соответствующих документов. Просто мы проиндексировали и по... Что? Да, действительно, странно, если мы имеем весь этот список, иметь его в разнобой. Действительно, упорядочить — это первая идея. Но все равно, смотрите, даже так, что у нас получается. Да, вот документ 55, если мы смотрим в списке, соответствующем «керлинг», у нас в списке «игра» где-то там за 20 или там больше документами находится. Как этот случай оптимизировать? Бинарный поиск, да, почему бы нет? С двоичным поиском есть, правда, одна проблема. Ну, во-первых, нам необходимо обеспечить какую-то его синхронизацию на нужную точку. Держим в уме тот факт, что наши списки, наши числа, они как-то будут сжаты. Соответственно, мы не можем совершенно произвольно откнуть в какую-то точку, возможно, мы не сможем это просто разжать с этого места. Это во-первых, а во-вторых, когда мы говорим на самом деле про большие, про очень большие промежутки, вот как, например, соответствующие слову «игра», да, когда мы говорим про бинарный поиск, это не выглядит как последовательное чтение. Да, помните, я говорил, что лучше всего, как если оно будет там максимально последовательно. С двоичным же поиском мы всегда проделываем что-то, что, словно там, операционная система и даже процессор, они предсказать не могут. То есть мы прыгаем куда-то там в середину, понимаем, что да, меньше, прыгаем здесь, понимаем, что надо больше, и вот в итоге вот такие вот передвижения, которые в конце концов, конечно, за логарифм там сведутся, но тем не менее вот эти вот произвольные обращения даже к памяти, они далеко не бесплатны. Если у кого из присутствующих был курс системного программирования, да, то, наверное, помните про такие вещи, как страничные промахи, TLB кэш и так далее. А, к слову, у кого-то был уже здесь, были, да? Так вот, это совсем не бесплатно получается, и как бы еще лучше вариант все-таки будет, как если мы это сделаем более последовательно. Какие есть еще идеи? Почему не важно хранить указатели, как связан играл такой и именовский? А указатели на что? А указатели на что? Ну, на то, у меня так где-то хранится. Ну, в смысле, чтобы все 55, они как бы были связаны не только ссылки на 55 было, но и с самой 55 было ссылки на все остальное. Таким образом, я думаю, как бы не худшее слово. Из 55 на что? То есть вместо 55 нужно будет хранить миллион ссылок? Ну, да. Но проблема в том, что мы здесь храним не только два слова. То есть, нет, пардон, но слов-то у нас же миллионы все равно будет наших термов. Слово из единицы. Такая константа большая. Ну да, похоже, что константа большая действительно получается. Есть еще такая структура, она часто применяется в базах данных. Возможно, слышали. Называется Skip List или Jump Tables. Да, видите, даже писали. Поэтому не должно быть новостью. Используем мы некие прыжки. Это позволяет нам делать, собственно, такое, соблюсти последовательность с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы вставить такие ссылки, в которых мы можем не думать над совершенно произвольным прыжком. Мы явно поставим ссылку на тот байт или там даже, не знаю, условно, на тот бит. Да, выставим оффсет, где начинается наше запакованное число. Таким образом, как бы они там ни были сжаты, мы не ошибемся. Если их можно распаковать в середине, не проблема, мы вставим туда ссылку. Собственно, проиндексировали мы таким образом игру, но что если мы же насколько-то все равно редко или часто должны индексировать. Да, предположим, через каждые 50 или 100 терм, 100 вхождений. А что если список, ну, совсем гигантский, игра? Что в этом случае? Вот построили мы такую таблицу над вот этим вот списком. Что если первый список уж слишком большой? И эта таблица, она тоже будет слишком большой. Да, почему бы нет, рекурсия рулит, мы вполне себе можем создать индекс по индексу. Собственно, скип-листы, я думаю, тоже вот, наверное, в вашей реализации подразумевали такую многоуровневость. Да, здесь она тоже будет ограничена, естественным образом. Нам незачем ссылаться через каждые три документа, но через каждые 100, это ок. Соответственно, это будет как логарифм по основанию 100. Вот чего-то. Вот нашего множества вот этого. К слову, забавная вещь, там, многие программируют на C++. Добавно. А? Добавно. Что? Что не программируют на C++. Ладно. Да, программируют на C++ уже забавно. И вот, на самом деле, JumpTables очень часто, вот если вы там первое, что поищите в интернете, наверняка вы найдете про, да, про описание, про компиляторы. В общем-то, просто такой минутный экскурс. Очень многие думают, что вот такая вот конструкция, да, switch на константах, она разрешается примерно как вот так. Ну, то есть для компилятора как будто бы это выглядит так. Действительно, компилятор умный и делает все гораздо хитрее. Он заполняет некую таблицу переходов и делает буквально за одну итерацию, за одну инструкцию, вернее, переход в нужную часть вашего кода. И тем самым ваш switch работает, ну, просто моментально. Ладно. Это такое ответвление. Собственно, знаем, как быстро пересекать списки. Всегда идем и за счет JumpTables подгоняемся. Что же с размером? Перейдем к теме сжатия индекса. И, собственно, банальный вопрос. Зачем сжимать? Ведь вроде бы, если не сжимать, то быстрее. Вот. А если мы за скорость, то, короче, зачем мы с сжатием возимся? Ну, во-первых, собственно, самый прямой ответ. Мы экономим место. Как я говорил, если мы используем RAM, то мы просто значительно можем сэкономить. Во-вторых, у нас быстрее сам факт передачи данных может происходить. Ну, вернее, будет происходить прям пропорционально размеру. Но самая забавная вещь — это то, что зачастую прочитать сжатое и распаковать может оказаться быстрее, чем прочитать что-то несжатое. Там, особенно с медленного носителя. Потому что скорость распаковки может достигать очень больших цифр. Большинство из вас, конечно, когда говорят, ну, когда думают, вернее, про сжатие, думают про GZIP, 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 RAR, не знаю, все, наверное, чем вы пользуетесь. На самом же деле есть специальные алгоритмы для обеспечения очень быстрого сжатия и очень быстрой декомпрессии. Если мы говорим про GZIP, то это что-то порядка, ну, нескольких десятков мегабайт в секунду сомневается, что он способен быстрее. Это медленнее, чем зачитать с диска. Однако есть алгоритмы, например, LZ4 или LZO, и их скорость распаковки, она на порядок больше, чем GZIP или даже более того. То есть там скорость распаковки — это гигабайт, 2 гигабайта в секунду. Значительно быстрее распаковать что-то сжатое ими и разжать. Конечно, это всегда такой трейд-офф. То есть, когда я говорю, что есть алгоритм LZO и LZ4, не думайте, GZIP вы тоже не зря используете, у GZIP банальная степень сжатия больше. LZO, конечно, вам не даст такую же степень сжатия, это будет похуже, но зато скорость распаковки. В общем, такой специализированный компрессор. Тем не менее, забегая вперед, скажу, что даже он нам не подходит. — Насчет сжатия. — Ага. — Некоторое время надо уже сняли с арифметического сжатия. — Да-да-да. — Его еще не пробовали? — Арифметическое мы используем, есть у нас. Момент для использования вот этих остатков, да. Забегая вперед, собственно, скажу, что используемое здесь числовое специальное сжатие, оно чем-то похоже. Конечно, арифметическое сжатие совсем интересное, можно про него отдельно будет рассказать на следующей лекции. А, ну к слову, еще про забавную тему. Зачем же сжимать? Банально больше кэшируется. Всякий раз, когда мы говорим про какую-то скорость доступа, надо понимать, что зачастую этот доступ будет повторным. В этом случае закэшированное оно обычно на порядок быстрее. А какие же виды сжатия у нас есть? Ну, собственно, тут GZIP RAR. У нас есть, ну, собственно, в основном в инфопоиске мы применяем сжатие без потерь. Ну и там из графических, да, вот есть пример PNG. Собственно, в точности соответствует тому, что у вас, скажем, на BMP, вот, но в отличие от какого-то JPEG. Про JPEG, ну, всем известный мем. Ну, вот, какое сжатие с потерями у нас есть? Ну, JPEG или архиватор POPOA, да. Отличное сжатие, разжать невозможно. Вот. Тем не менее, даже в инфопоиске мы все-таки применяем какое-то сжатие с потерями. Например, все вы могли заметить, что при вводе поискового запроса, как правило, не очень-то поисковики учитывают регистр ваших символов. Как будто бы они все приводят к одному. В общем-то, это в той или иной виде сжатие с потерями. Мы сильно упрощаем вариацию слов. Также мы можем не рассматривать какие-то там дальние координаты слов, сказав, что они все примерно в одном месте в конце книги. Поговорим же мы более предметно про сжатие координатных блоков. Вот те самые постинг-листы, они обычно составляют значительную часть индекса. А что самое главное, именно с них, как начинается весь поиск, и ускорение работы с ними сказывается прям вот совсем пропорционально на скорость общего поиска. Поэтому чем быстрее будет распаковка с ними происходить, тем лучше. Так вот, сжимать мы будем каждый постинг, а именно каждый идентификатор документа. То есть вот как мы индексируем документы, назначая им идентификаторы, скажем, от нуля и далее. Вот так же мы будем сжимать их. Если формализовывать нашу цель, то выглядит это так. Предположим, у нас есть 1 миллион документов. Не так много, но для формализации. Ясно, что если мы понимаем, что это 1 миллион документов и не больше, то мы можем ограничиться с 20 битами. И таким образом каждый документ мы будем представлять лишь 20, а не 32 битами. Так вот, это невыгодно, само собой. И поэтому наша задача сделать значительно меньше, чем те самые 20 бит. Перед подготовкой к компрессии, конечно, можно посмотреть на нашу последовательность и понять, что последовательность идентификаторов документов, соответствующих нашим словам, она, в общем-то, моностонно возрастает. Поэтому мы можем кодировать лишь промежутки. Вот такие вот дельты от предыдущих. Таким образом, переформулировав нашу цель кодирования, можно сказать, что если у нас средний промежуток — это некая G, то оптимально, как если бы мы использовали бы двоичный логарифм от G на кодирование этого промежутка. Конечно, это совсем какой-то там недостижимый оптимум, потому что где-то должен храниться признак того, что там именно столько бит. Но важно, что мы будем кодировать каждое число минимальным количеством бит. И, соответственно, нам необходимы коды переменной длины. Потому что нам надо как-то знать, где заканчивается наше число. Рассмотрим, какие коды вообще существуют. По байтовое кодирование. Код Warbyte, можно его представить так. Мы храним некий признак окончания числа, пускай это будет единица в старшем разряде. И вот число меньше 128 мы будем кодировать одним байтом, все, что больше, мы будем продолжать просто в следующем байте и в конечном байте, когда мы запишем единицу в старшем разряде. Для примера, вот несколько наших промежуток, как бы они были записаны. Вот у нас число 3, оно помещается в этот самый один байт. Казалось бы, записываем его, записываем признак окончания. Все отлично, один байт. Число 191, оно у нас больше байта, поэтому будет закодировано уже двумя. Плюс в том, что очень простая реализация. Все, что нам достаточно, это сдвиг на 7 бит и, собственно, понимание о признаке окончания. Также это эффективно для CPU, в общем, скорость большая. К слову, а на какую кодировку это похоже? УТФ-8. Верно, это ровно УТФ-8. Там точно такой же признак. Именно благодаря этому, кстати, она сохраняет совместимость с ASCII, в которых и так, там, 0 в старшем разряде. Вот. И дает возможность такого вот расширения, делая под каждый символ, в общем случае, переменное количество байт. Минус такого подхода в том, что как ни крути, гранулярность-то у нас все равно байтовая. Мы можем делить дальше, мы можем сказать, что, ну, давайте поделим по 4 битам, но все равно упремся в то, что тогда у нас уже слишком большой оверхед на метаданные, на вот тот самый наш признак окончания. В общем, в простейшем случае гранулярность 1 байт, поэтому что если не байты, а биты? Так вот, собственно, кодирование для байт у нас избыточное, а если кодировать битами, то мы должны приходить, ну, как бы делать это двумя вариантами. Либо у нас какая-то должна быть необычная битовая последовательность, в которой недопустимой комбинации есть, либо мы кодируем как-то длину. Ну, например, мы первыми битами могли бы записать длину наших последовательностей. Вот. Рассмотрим на примере забавного кода Fibonacci. В общем-то, с последовательностью Fibonacci все знакомы, а вот код Fibonacci, думаю, еще не очень. Думали, что он вам пригодится. На самом деле забавная вещь. Посмотрим на вот этот вот код Fibonacci, на эту последовательность, вернее, каждый последующий член, который равен просто сумме двух предыдущих. И приходит такая мысль, а почему бы не представить вот эту вот монотонно возрастающую последовательность как некие основания системы счисления, ну, вернее, как разряды системы счисления. Вот для двоичной мы имеем вот такие вот разряды. То есть почему бы то же самое не проделать с такой Fibonacciевой системой счисления. Мы точно так же можем любое число перевести, в общем-то, по тому же алгоритму, как мы работаем с двоичной. Мы выбираем самое большое, да, вычитаем и с остатком проделываем то же самое и вот таким образом расставляем на ли единицы. Попробуем то же самое проделать с Fibonacciевой системой счисления и, собственно, перевести наше число в код Fibonacci, скажем так. И вот теперь вопрос. Как в таком коде ориентироваться? Собственно, есть ли у нас, может, какая-то недопустимая последовательность здесь? Чего, как если мы будем переводить число в код Fibonacci, в нем быть не может? Да, двух единиц быть не может. Собственно, иначе мы записали бы это следующим числом. Поэтому великолепное свойство две единицы, недопустимая комбинация, это нам сразу дает возможность прервать декодирование. Соответственно, алгоритм и кодирования, и декодирования довольно простой. Он не очень хорошо ложится на цепу, потому что все-таки он побитовый, но, тем не менее, он довольно эффективный. В плане эффективности сжатия он гораздо эффективнее Warbyte, гораздо эффективнее Xzip, как если мы вот каких-то средних промежутков говорим. Ну, собственно, для примера, как бы мы могли закодировать число. Ну и тут же вопрос, собственно, закодируем мы число 12. А как мы в таком случае определим, кстати, конец числа? Вот число-то мы запишем вот так, 1, 0, 1, 0, 0, а где-то две единицы. Можно, а можно сэкономить. Что? 2, 0? Не, нулей-то может быть много. Мы можем поставить действительно две единицы в конец и число писать наоборот, потому что мы всегда начинаем с какого-то значащего разряда. Правильно. Записать наоборот, тем самым еще разряд экономим. Ну, в общем, код довольно классный, именно на него, к слову, будет семинар. Какие еще есть варианты? Собственно, такая целая серия гамма-кодов. Вот, Ls-гамма. Кодирование выглядит следующим образом. Мы записываем число, как обычно, мы пишем его в двоичной форме, используя только нужное количество разрядов. А вот перед этим двоичным представлением числа мы унарно кодируем количество этих разрядов, дописывая нужное количество нулей. Ну, например, для числа 3, мы кодируем нашу тройку двумя единицами и каким-то образом мы должны закодировать степень значащего числа. Вот, соответствующее количество нулей мы дописываем просто унарно. Код удобный, ну, дикодирование тоже определенно простое, мы нужное количество нулей считываем и отлично, но проблема в том, что все гамма-коды у нас имеют нечетное количество разрядов. Таким образом, всюду будут просто пересекать границы байт, если их как-то специально не выравнивать. Вот. Ну и к тому же формально по замеру это в два раза хуже нашего лучшего ожидаемого результата, того, что мы ожидаем, как логарифм по основанию 2 от нашего среднего промежутка. Сколько они получают? Это что? Ну, на самом деле, сколько мы выберем его на реальном примере. То есть для слова «игра», когда мы говорим, это G примерно, ну вот, предположим, оно встречается в каждом десятом документе, да, этот средний промежуток будет в десяти, правильно. Вот. Для других слов это будет, ну, больше. Так вот. Чем же у нас, ну, если так, про все гамма-коды обобщить, то они так себе, с одной стороны, проще в реализации, просты в реализации, хотя в Arbyte еще проще с точки зрения процессора. Вот. Посмотрим просто для разнообразия еще на один пример кодирования. Это кодирование используется, когда нам нужна некая параметризация, когда наши расстояния, ну, их что-то объединяет. Когда они в среднем примерно одинаковы. Таким образом, ну, вот, Trice-encoding, кодирование, которое позволяет этого учесть, алгоритм примерно такой. Мы рассматриваем некое среднее значение наших кодируемых промежутков, назовем его G, округляем до ближайшей степени двойки, и каждое число будем представлять, как, собственно, отношение нашего числа к этому, и, собственно, остаток от деления на вот это вот полученное число B. Для примера вот можем посмотреть последовательность идентификаторов документов, соответствующие промежутки, и вот как будут закодированы методом Rice-encoding определенные вот эти вот числа. Собственно, две наших части мы кодируем. Одну мы кодируем лунарно, вторую мы кодируем бинарным виде. У нас это, например, используется для случая кодирования вхождений. Нередко бывает так, что когда у вас слово встречается в документе много раз, оно встречается там примерно на одинаковых расстояниях, то есть примерно каждый раз через, там, 30 слов. Это вполне себе бывает, поэтому Rice-encoding, возможно, в будущем примените. Собственно, он параметрический, это самое среднее число, его можно сохранить где-то отдельно, вот, ну или вообще там подобрать просто для отдельных вхождений блоков. Сжимает он лучше, но в целом из-за реализации он медленнее, чем Warbyte. Вот. Ну, также, собственно, для развития можете посмотреть в Википедии такую вещь, как кодирование голумба, голумб-энкодинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова